Здравствуйте, с вами программа «Здорово выглядишь!» Спонсор рубрики – сеть оптических салонов «Роскошное зрение». В оптической моде становится актуален мой любимый минимализм. Хотя камни тоже не сдают свои позиции. А ещё безумно актуальны круглые оправы с уголочками. И огромные очки на пол лица. В общем, сезон 2016-2017 обещает быть весёлым. А подробнее о модных очках смотрите далее. Очки остаются на 100% модным аксессуаром в новом сезоне 2017. Да, это именно аксессуары, а не только прибор для коррекции зрения. И даже трудно сказать, какая функция очков наиболее важна. В очках с Дёвтреме сегодня можно бегать, плавать и кататься на горных лыжах. А можно поставить в приглянувшуюся оправу линзы без диоптрии и получать удовольствие от своего нового образа. Если нам очки нужны для прогулки, пожалуйста. А также, если это офисный сотрудник, конечно, мы можем очки сделать для компьютера, для чтения отдельно. Мы можем сделать очки даже для спорта, чтобы в этих очках комфортно и удобно было заниматься велоспортом, баскетболом, футболом и так далее. Так какие оправы будут в моде в новом сезоне? Большие. Крупные оправы, похоже, надолго утвердили своё превосходство над более мелкими собратьями. Очки панды, круглые снизу и слегка удлинённые сверху. Это уже не круг, но ещё и не кошачий глаз. Впрочем, кошачий глаз тоже весьма актуален. Эта форма придаёт лицу утончённость и загадочность. Актуальные цвета этого сезона – это ярко-красный, изумрудный цвет, цвет акулий кожи, такой приглушённый серый. Очень модный цвет – жёлтый, коричневый, горчичный и томно-томно-синий. В моде ретро-стиль, так что очки в духе Софи Лорен – самый писк модных показов. Что касается украшений, стразы и камни не сдают своих позиций. Известные ювелирные бренды по-прежнему украшают ими заушники и сами оправы. Но минимализм наступает на пятки. Оправы становятся менее кричащими в плане украшений. Зато появляются новые необычные идеи дизайна. Дизайнеры сезона «Осень-зима» 2016-2017 предлагают нам очень интересные решения. Такие как голограммы на линзах, очень объёмные рамки, толстый пластик. Например, рассматривая линзу со стороны, мы можем видеть карту мира. То есть, когда ты её одеваешь, конечно, её не видно. Но когда окружающие со стороны на тебя смотрят и замечают этот очень интересный элемент. Сейчас очень модно брать оправу с накладками. Что это значит? То есть, например, в повседневной жизни для офиса, для работы мы можем использовать просто очки в каком-то сером металле, например. А вечером, собираясь на какое-то модное мероприятие, можно надеть накладку. Она будет яркого оттенка, синего, зелёного или красного. Просто наложить, закрепить, и вы уже в новом образе. Никто из ваших коллег даже не подумает, что это одна и та же оправа просто с накладкой. Разделение очков на медицинские солнцезащитные сегодня можно считать абсолютной условностью. Современные технологии позволяют легко превратить медицинскую оправу в солнцезащитные очки с диоптриями или без. К нам часто приходят клиенты с большими диоптриями. Например, это будет минус большой или большой плюс. И у них есть желание поставить в солнцезащитные очки свою диоптрию. Если мы возьмём солнцезащитные очки, это будет достаточно тяжело и не очень красиво смотреться. Поэтому для таких людей есть альтернатива. Мы можем в обычную медицинскую оправу поставить затемнённые линзы, и они будут шикарно выглядеть, как солнцезащитные очки. В приглянувшихся солнцезащитных очках также можно заменить тёмные стёкла на прозрачные, или на тёмные с диоптриями, или на фотохромные. Практически из любых солнцезащитных очков мы можем вытащить линзу, поставить туда прозрачную, сделать её с лёгкой тонировкой. Можем сделать фотохром, когда прозрачная линза в помещении чудным образом превращается в солнцезащитные очки на улице. Такие вольности в отношении очков ещё недавно было трудно себе представить. Искривлённые солнцезащитные оправы никак не годились для установки корригирующих линз. Но сегодня производители очковых линз умеют делать, казалось бы, невозможное. Они могут придать своим линзам любую кривизну. Поэтому даже в спортивные очки можно поставить линзы с диоптриями. Идёт очень тонкий перерасчёт. Есть такое понятие, как фриформ-технологии, которые как раз высчитывают так, чтобы линза была комфортна, качество зрения было комфортно по всему периметру линзы. Очковая мода сегодня не ограничивается дизайном и формами очков. В моде комфорт при ношении очков и исполнении любых желаний клиента. В моде качественное зрение в сочетании с красивой оправой. И всё это можно получить в салонах оптики, где представлена одна из самых разнообразных и актуальных коллекций очков в России. И где можно пройти точную диагностику и получить то зрение, о котором вы мечтали. Когда человек на протяжении нескольких лет ходил и мучился, и не мог найти себе солнцезащитные очки с диоптриями, в силу того, что у него слишком проблемное зрение, он уходит счастливый, потому что он получает то, что он хотел. Сеть оптических салонов «Роскошное зрение» объявляет акцию. При покупке оправы профессиональная диагностика зрения и линзы для очков – подарок. Телефон 8 800 250 59 59. «Роскошное зрение» Самара, Тольятти, Ульяновск. Самое прекрасное в этих тренажёрах – то, что они подходят людям с любой физической подготовкой, любого возраста и комплекции. Тонусные столы прорабатывают ваши мышцы, и при этом вы не падаете от усталости после занятия. Фиброплатформа улучшает лимфодренаж и кровоток, приводит в тонус мышцы и кожу. А массажёры Роллины обеспечивают глубокий массаж всего тела и особенно проблемных зон. Замечательные ощущения после массажа, но сегодня я сюда приехала не только за этим, но и для того, чтобы попробовать новую для меня процедуру – плазма лифтинг лица. Это инъекции, а инъекции в лицо я ещё пока не делала, поэтому буду вам говорить чистейшую правду. Плазма лифтинг – одна из самых востребованных процедур в косметологии. Она эффективна, безопасна, не вызывает аллергии и не требует долгой реабилитации. Мне она нужна в первую очередь для того, чтобы избавиться от пигментации на лице, а эффекты в виде уменьшения морщин, улучшения тонуса кожи и цвета лица будут приятным дополнением. Плазма-терапия – это метод омоложения и лечения кожи, в котором используется собственная плазма, обогащённая клетками-тромбоцитами. Именно эти клетки активно воздействуют в ту среду, куда их поместили и выпускают много факторов, стимулирующих процессы обновления, регенерации, противовоспалительные механизмы действия у тромбоцитов есть. Лечение пигментации используется этот метод, лечение акне, постакне. И в качестве омоложения этот метод также применяется широко в косметологии. Для плазмолифтинга используются специальные пробирки с веществом, которое удерживает тромбоциты в плазме. После того, как сгусток крови отделяется от плазмы, врач с помощью тончайшей и малюсенькой иголочки вводит препарат в кожу. Достаточно глубоко, чтобы тромбоциты подействовали даже на самые глубокие пигментные пятна. Одним из стимулирующих факторов, которые выпускают клетки тромбоцитов в коже, является прямое отбеливающее действие на пигментацию. Поэтому эта процедура широко используется для лечения пигментации. Когда появится эффект? Сразу, прямо на следующий день, через неделю, через месяц? Первые эффекты мы наблюдаем обычно через неделю после процедуры. Конечно, окончательный результат можно судить после 4-6 процедур. Это можно сочетать и с пилингами. Улучшение цвета лица, уменьшение выраженности морщин и других неровностей кожи заметно уже после первой процедуры. Кожа становится упругой, ровной, сияющей и увлажненной. Тромбоциты запускают процессы омоложения и регенерации, активизируют выработку собственного коллагена. И, кстати, процедура вполне терпимая. Уж насколько я не люблю уколы, но у меня нет сомнений, что через 2 недели я сделаю еще один плазмолейтинг. И буду ждать результатов. Методика, которой косметологи пользуются практически с первого дня работы, тогда еще в Веллнес-клубе – драматония лица и тела. Очень приятный вакуумный массаж помогает избавиться от целлюлита, делает кожу упругой и гладкой. А драматония лица дает отличные результаты в тех случаях, когда нужно подтянуть кожу. Основные эффекты этого метода – это лимфодренаж, это улучшение кровообращения, это подтяжка кожи, возвращение ее тонуса, торгера, эластичности. Великолепный метод, на который пациентки приходят снова и снова в виде результата. Эксклюзивная процедура, которую мало где можно встретить в Самаре – биомеханическая стимуляция мышц лица. Это не инъекционная методика, при которой происходит воздействие и на кожу, и на мышцы. Не каждый метод способен достать так глубоко, именно до мышцы. Не каждый аппаратный метод, если не брать токовое воздействие. Это метод абсолютно биологический, то есть это колебания определенной амплитуды и частоты, которые воздействуют именно на мышечную ткань. Центр красоты и здоровья – Артромед. Весь октябрь цена на плазмолифтинг лица – 5000 рублей вместо 6700. По выходным – клиентские дни. Стидки на аппаратные процедуры по лицу и телу до 30%. Все родители с нетерпением ждут первых слов своего малыша, даже если эта речь звучит смешно и несуразно. Но бывает так, что годы идут, а слов все нет. Особенности ребенка, индивидуальный темп развития и уверение врачей «ждите, речь появится» могут иметь место, но только до того момента, когда становится ясно – ребенок явно отстает в речевом развитии. Именно так было у Платона. Почти 5 лет, а словарный запас – пара десятков слов. Да еще и элемент аутизма. Два года назад мама привезла мальчика на лечение в Самару. После нескольких курсов микротоковой рефлексотерапии мальчик заговорил. Слов у нас было в запасе около 20. И после первого курса у нас новые слова пошли. После второго курса уже запас расширился. После третьего, четвертого пошли словосочетания. И вот после шестого курса мы, можно сказать, заговорили. Вот этот долгожданный момент настал. Задержки развития, в том числе речевого, здесь лечат уже более 20 лет. Суть метода настолько проста, насколько и гениальна. Заставить здоровые клетки головного мозга взять на себя функцию клеток, пострадавших от гидроцефалии. Министерство здравоохранения Российской Федерации признало данную методику эффективной и разрешило ее использование как раз в детской неврологической практике. Токами эти импульсы, которые мы используем, называются очень условно. Это сверхмалые импульсы, которые по силе свои равны токам, протекающим в центральной нервной системе. То есть это лечение абсолютно безопасно и физиологично. Оно просто восстанавливает нормальную, так скажем, рефлекторную деятельность собственную головного мозга. Прежде чем начать лечение, врачи выясняют, какие именно речевые проблемы есть у ребенка. Нарушено ли у него понимание обращенной речи, запоминание новых слов или дикция. И в зависимости от этого идет воздействие на конкретные зоны головного мозга, которые отвечают за ту или иную речевую функцию. Я когда приехала на первый курс, я практически у каждой мамочки спрашивала, вы какой курс, какая у вас динамика, как, как. 90% идет динамика положительная. У Платона сегодня нет проблем с запоминанием новых слов, только с дикцией. Над этим сейчас и работают врачи, логопеды-дефектологи и психологи. Задержки речевого развития лучше всего лечатся в раннем возрасте. Чем раньше начато лечение, тем быстрее ребенок начнет говорить. Если это ребенок возраста 4-5 с задержкой просто психоречевого, то есть он разговаривает, но явно остается от возрастной нормы, то, как правило, эти дети за 2-3 курса речь у них восстанавливается, они обучаются по обычной школьной программе. Самое главное – не упустить время. Чем раньше начато лечение, тем лучше. Это я уже теперь точно знаю. И в полтора года, если у ребенка нет связной речи, если он не строит короткие предложения, просто сама психолог по образованию, педагог-психолог, то нужно уже бить тревогу. Если ребенок требует лечения, то мы, как родители, должны сделать все от нас зависящее. Иначе, наверное, мы себе этого не простим. Фракционное лазерное омоложение – процедура, которая произвела революцию в лазерной косметологии. Тонкий луч лазера проникает вглубь кожи, удаляет старые и поврежденные клетки. При этом верхний слой кожи не травмируется. В поврежденных зонах запускается интенсивный синтез нового коллагена и других белков, которые способствуют омоложению кожи. С помощью фракционного лазера можно избавиться от морщин, растяжек, рубцов, последствий акне и пигментных пятен. Фракционное лазерное омоложение – наиболее эффективная и безопасная альтернатива лазерной шлифовке кожи. Технология, которой уже воспользовались миллионы женщин во всем мире – термаж – глубинный лифтинг кожи без хирургического вмешательства. Во время процедуры происходит воздействие на кожу радиочастотной энергии, которая стимулирует клетки фибробласты вырабатывать новый коллаген. При этом коллагеновые волокна уплотняются, ткани укрепляются, и кожа становится более подтянутой. Более того, в течение шести месяцев после процедуры лифтинг-эффект усиливается, что обеспечивает длительный результат воздействия. Показания для процедуры – мелкие и глубокие морщины, неровности кожи, опущение овала лица, дряблость кожи после беременности и похудения. Красивая кожа и угревая болезнь – понятия несовместимые. Для лечения угревой сыпи врачи используют фотопневматическую терапию, которая позволяет очистить кожу от воспалительных элементов даже в тех случаях, когда другие методы бессильны. С помощью фотопневматической терапии можно лечить легкие, средние и средне-тяжелые формы акне. Улучшение заметно уже после первого сеанса лечения. Электролиполиз – это воздействие на жировые клетки низкочастотным импульсным током через специальные электроды. В процессе процедуры жировые клетки распадаются и естественным путем выводятся из организма. Курс состоит из 10-15 процедур. За один курс объем проблемной зоны уменьшается на 15-25 см. Кроме того, электролиполиз помогает избавиться от целлюлита даже третьей и четвертой стадии. Что такое мезотерапия, знают все. А вот мезодиссолюция – методика относительно новая. Ее суть заключается в том, что в проблемные зоны вводится специальный гипоосмолярный раствор. При попадании этого раствора в жировую ткань клеточные мембраны разрываются и жировые клетки разрушаются. Мезодиссолюция, а также мезодренаж не только помогают ускорить процессы похудения, но и подтягивают кожу на животе и бедрах. Еще один лидер мировой косметологии – диодный лазер, который дает возможность навсегда избавиться от нежелательных волос. Причем, в отличие от александритового лазера, диодный лазер работает не только на светлой, но и на смуглой и загорелой коже. Волосы устраняются исключительно с помощью света, и, как правило, на коже не остается ничего, даже легкого раздражения. Кроме того, с помощью диодного лазера можно удалять мелкие сосуды и сосудистые звездочки. Клиника «Эстетика». Улица Новосадовая, 142. Телефоны 334-0024 и 334-67-90. На сегодня все. До встречи на следующей неделе. До свидания и будьте здоровы! Благодарим за предоставленные интерьеры Центр красоты и здоровья «Золотой век». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова